приветствую дорогие зрители с вами снова кошмар если мы с вами посмотрим на 5 6 путь относящийся к высокоскоростной железнодорожной магистрали сейчас мы с вами находимся в тупиках относящийся к mcd3 это у нас крюково она где там на дальнем плане собственно две вот эти прекрасные трубы это у нас т.д. который находится в старом городе а вот на насыпи нас идет как раз таки октябрьский ход железнодороги а сливовый мост у нас как раз уже относится к всм здесь у нас все никак не начнут делать прокол на противоположную сторону здесь нас должна быть дорога соединяющая технополис москва он называется с алабушево то есть дорога должна уходить грубо говоря там в четырнадцатый район если кто-то ориентируется зеленограде это нас уже готовый мост с подмостками 5-6 пути для как раз скоростного движения для чего он здесь построен для того чтобы здесь был пропуск той самой дороги которая появится перспективе но она спит нас относящийся к mcd и субъектом сна должно быть примыкание к основному ходу перед платформой алабышева который кстати тоже должны будут перестроить на это плана тоже есть но чтобы продолжить здесь строительство нужно тут переместить и убрать под землю высоковольтной линии электропередач но пока что вот видите немножко тут недостроен для меня на самом деле было удивлением увидите здесь поезд d3 p2d кстати на заднем плане видно вот красное строение это как раз насечеся где по крюкова и дома по нового крюковской улице по моему 16 это район или уже 14 не помню но в комментариях конечно же подскажете такой прозрачный набор поставили а вот эта площадка да вот там ботовочки ставят мини строительный городок вот песок горочка песка находится вот здесь до лес уже будут идти 5 6 путь для специализированного движения либо давайте будем сокращенно называть в с м высокоскоростная же дорожная магистраль та часть которая строит москва то есть до стрелок перед ради чего значит вот эту высоковольтную линию точно будут убирать под землю вот собственно части пластиковых труб и уже выведены на улицу здесь соответственно будет построен специально переходная часть а вот высоковольтная линия 550 киловольт который здесь проходит вот непонятно здесь вроде как раз эти должны будут сделать передвижку опоры который мы видим в кадре вот она она мешает прохождению здесь 5 чтобы прям строго стоит на пути но до сих пор пока еще никаких движений нет еще раз глянем на нас который относится относится концу тупиков поездов мцд и дальнейшее врезание стрелки в основной ход здесь у нас естественно запасом складируются шпалы и рельсы даже попытался поближе посмотреть что там за рельсы но обычные стандартные 50 метровые ну тут наверное скоростном движении нужно без таковой путь смысл быстренько сварилась крутил да и к стороне ну и вот тот путь который там дальше вдоль забора идет относящийся к именно да по крюкова тоже должны будут соединить вот с концом тупиков уводить там вверх на насыпь но наверное в каком-то момент придется закрыть движение а он активно используется и это мы с вами увидим еще раз бросаем взгляд в сторону тп у крюкова конечную остановку на третьем диаметре еще раз говорю что для меня удивительно что здесь уже отстаивается иногда может быть запасной какой-то поезд мцд 3 потому что обычно на этих тупиках вот там дальше ближе к зеленому награду я видел только поезда ласточки то есть тут строго идет разделение если вы думаете что какую-то часть передали октябрьской дороге или машинисты октябрьской дороге стали ездить управлять и волгами и под водой нет просто обучили части машинистов цппк которые вводят поезда по октябрьским ход вот как раз опора если вы посмотрите как она видите прям мешается то есть ее левая лапа точно мешает прохождению 5 что пути хотя слушайте под фотоаппаратом но нет она прям вот края захватывать нельзя так нас делать нас просто ласточка едет я просто приглушил приглушил звук потому что микрофон и как-то забыл с собой взять спасибо диме который составил компанию посмотреть здесь что происходит потому что на самом деле ну просто микрофон не взял ветер очень сильный вот этот неприятно слушать поэтому я приглушил никаких здесь особо естественных звуков практически не будет еще раз нижний план нас прекрасные китайские экскаваторы зумблионы сани и склад различный рельсовый рельсошпальные техники можно сказать да вот водные каналы и также кстати там были видны лосса то есть это очень много лежит вот этих штучек для локального очистки воды вот здесь они тоже видите лежат очистные сооружения вот здесь вот пойдут 5 что путь прям так вот пересекают это поле идя тут по насыпи вот она опора и вот она но опять же грызть просмотреться помимо того что не пройдут прям через дома и тут и так видно что вот прям вот по прямой и точно левая нога вот прям точно насыпи на вот частично тупор заденет то есть ее в любом случае нужно куда-то двигать но пока вот непонятно чтобы дальше потому что как-то все это дело вяло а вроде же кричат что уже все дело по что но собственно мы перебрались на противоположную сторону относительно от того же самого моста говорю мост потому что товарищ старспути сказал что на железной дороге есть только мосты и путепроводы есть только автомобильных дорог ну хорошо давайте ублажим и скажем что все-таки это мост перед нами стенка это как раз вот пропуск тоже дороги которые пойдут потом через нас и пивот видите ласточка стоит и очень активно этот тупик используется поэтому вы видите какой раз разный уровень да то есть перекрытие будет справа стороны кстати с ноября месяца так стоит опалубка есть вроде как а заливать перекрытие не заливают и то есть путь используемый сейчас придется тоже понимаете вот он здесь вот дальше вдоль по спору подпорной стеночки так вот наверх пойдет и там вот вдалеке виднеется т.п. у алабышева пешком приход на землю где-то там будут фрезаться стрелки ну и также здесь прям вдоль железной дороги будут проходить и пути высокоскоростной магистрали собственно пом подпорная стенка для этого и сделано чтобы мало того что убрать пути но потихонечку поднимать наверх то что пойдет соединяется стрелками с основным ходом чтобы можно было вы я так понимаю выводить поезда mcd туда дальше вот кстати да паспорт объект очень интересно посмотреть ну и чтобы пути в сенту тоже аккуратненько плавника шли вдоль потому что они дальше будут идти вот вдоль алабышева платформы и из-за этого тоже будут перестраивать и спуску будут тоже вот там конечный автобус который как-то там надо все это уместить дальше пойдет вдоль но мы с вами сейчас продолжим движение очень долго будет идти вдоль и там даже нам будет часть насыпи срыть очень там интересная работа но пока что ничего от начала строительства 4 квартала 2022 года окончание 3 квартала 24 года какой месяц у нас последний в третьем квартале я вам говорить не буду ну давайте посмотрим тут на пдс которые очень редкие в светлое время суток ну и дальше мы с вами продвинемся вдоль пятого шестого пути конечно же многие скажут а что-то алабышева не поснимала смысла снимать алабышева мне кажется что вполне интересные то есть вот вот нас как раз схемка может поставить паузу вот здесь следующая будет съемка вот в следующем кадре вот собственно слева внизу уже выемки у нас идет основной уход собственно вот там где мы сейчас стоим по идее тоже должна быть выемка потому что пути должны быть примерно в одном уровне составным ходом и вот здесь на строительный работа если у нас там был прут из кто отмотает назад слева который был осушен в итоге и вот потихонечку вырубка в лес которые мы думали что относится уже к строительство всем он относится к стрессу сэм не к основному ходу соход пойдет прямо через лес который еще пока даже рубить не начали уничтожить так далее а вот здесь вот там пойдет выемка влево то есть вы понимаете да где основной ход на какой он высоте и вот здесь должна пойти выемка влево то есть они вот так вот слоем будут вырезать под один путь который будет но по схеме вы поймете этот путь который будет идти в москву потому что то что пойдет в санкт-петербург она будет идти вот грубые вот еще раз покажу схемку и покажу следующий где съемка вот здесь по схеме прям видно где мы находились а это съемка с другой стороны этот примыкание той самой выемки который то есть назад спиной санкт-петербург и родищева впереди у нас алабашева здесь конечно понятное дело что мы смотрим не с высоты ну уж извините уж лучше так видно что выкорчевали уже практически все корни и вот где-то там налево будут потихонечку плавно уходить вот такой вот съезд чтобы не трогать основные четыре пути которые относятся к мцд и не сокращать движение подсов и так далее хотя бы на данном участке но здесь понятное дело что частный сектор частично тут будут решаться вопрос такой вот прогончик и вот там вдалеке виднеются крана который монтирует мост через основной ход вот мы сейчас как раз на верх натуре поднялись ну и собственно вот здесь мы вдалеке то есть ближе вышли к основному ходу видно что здесь все идет выемки где-то там вдалеке у нас виднеются здание зеленограда это новый город потому что там пути нас немного поворачивает в районе круг крюкова как ориентир слева у нас две трубы тэц местные ну и вот слева как раз сейчас будет строительство моста не про не сразу понятно то есть как так он находится здесь а вырубка пока в котором мы были на слева по левую руку от нас не всем понятно ну и дальше туда от родящего здесь вот выемка почти свой максимум набирает а потом сходит на нет собственно нас мост это как бы фоном снимаем ласточку и вот теперь посмотрим с другой стороны в работу дуд мне немножко показалось что мост видать будет длинноват потому что каких-то поперечных балок сильно больше чем например на мосту который у нас в малин находится вот ну и в принципе видно что здесь будет методом надвижки все его накидывает но опять же если с этой стороны еще фундамент опоры виден с противоположной стороны пока еще нет ничего то ли нет решения по частному сектору по сносу то ли еще что то то есть какие-то там земельные отношения на самом деле не совсем понятно вот но это у нас как раз по этому мосту будут идти путь который именно 5 который будет идти в сторону санкт-петербурга примыкать к первому пути если вы не знаете у нас наоборот к второму пути это будет шестой путь у нас здесь на октябрьской дороге все наоборот нас первый путь и санкт-петербурга в москву и 2 в обратную сторону собственно 3 4 то же то есть 3 это у нас в сторону москвы а четвертый у нас из москвы хотя обычно наоборот из москвы первый путь в москву 2 но вот так тябрьская дорога нас трос нас из санкт-петербурга москву поэтому у нас так какой вот работы ведутся здесь наверное единственная площадка на которой видно движение там из димы как раз подметили то есть может к чуть ли не круглосуточно идутся работы но очень велик шанс что просто от моста берут даже возможно двинуто и сделал даже опоры с противоположей стороны на этом все дело закончится если кому нужны будут схемы постараюсь ссылку дать в описании на тему на 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 нашем транспорте думаю что там будет самое интересное ну либо может быть в чат кто-нибудь что-нибудь скинет а это мы уже подобрались с вами к платформе ради чего она вдалеке сделать там огромный такой конкурс и где-то вот там вот где-то там у нас будет примыкание пути в санкт-петербург и мы сейчас с вами стоим примерно там где будет ответвление как раз таки в сторону москвы то есть где-то здесь будет стрелка примерно плюс-минус понятное дело что все это пример кстати вот эти мачты новые здесь поставили потому что здесь меняется хотя сказать фидер не фидер на жда провода там круглый этом примерно километр идут и потом меняются то есть здесь вот видно что заканчивается часть провода в этом месте проходит как раз смена одного контактного провода на другой я так понимаю что здесь уже новые мачты эти стоят с учетом того что будет здесь мост а кстати вдалеке то мое видео сапсана решил его снять поэтому здесь я звуковое сопровождение ставлю оригинальное повезло повезло только будет все-таки ждер дергана сапсан там прет и и и и и и и и и собственно ради них это все и строилось и строится конечно потом будут другие поезда но тем не менее вот такая вот редкость понят дело что велка поехала за контейнерами скорее всего в ховарина скорее всего какой там парк чтобы забрать очередной очередную партию контейнеров точнее платформ наверное уже с пустым контейнерами вот собственно место примыкания стрелка как говорил что нижний путь который в сторону москвы наверху вот через основной ход где красная линия как раз основной ход и видно что идет где примыкание хотя и слева как ориентир видите такая проплечь на эту нас газопровод идет вот мы сейчас находимся на платформе ради чего вот этот перегон за спину на санкт-петербург впереди у нас зеленоград крюково видно что здесь профиль пути прям просматривается хорошо да то что на перегиб идет несмотря на выемку и вот где вы им к у нас начинает слева справа как раз нас проходит газопровод то есть несмотря на то что нас слева выемка и тоже будут здесь срезать и будет идти примыкание то есть до газопровода потому что сначала у меня были мысли что возможно чего прессу в газопровод который опять придется усилить переделывать нет трогать его не будут все сделают до хотя надо отдать должное что вот эта схема которая наложена она наложена на ну как бы по моему каким-то пользователем как раз таки нашего транспорта может быть даже стать жене матусова возможно не помним просто кто-то кто-то накладывал возможно там плюс-минус какое-то и есть смещение но сам факт что вот до платформа радич вот до этой на вот там дальше на свете пути опять же как хорошо просматривается идет вниз потом опять преломляется идет вверх там же пересечении с бмо остановка платформа повара поваровка по моему потом поварова вот но в основном по прямой вот этот газопровод то есть как раз я про него думал что придется с ним что-то делать с ним ничего не придется делать потому что у нас примыкание будет грубе за спиной а это на склонирование здесь металлических элементов с правой стороне от еще раз платформа ради чего можно пешком пройтись вот нас это газопровод да он самый и собственно где-то слева от нас будет еще один сапсан а на этой ноте я с вами прощаюсь до следующих видео и надеемся что в скором времени придет удастся как-то повыше забраться на какую-нибудь макушку ели чтобы поснимать все-таки немножко с воздуха потому же земли не совсем все понятно что в порядке как-то в порядке это в порядке в порядке это Продолжение следует...